Привет, Валера! Я очень рада видеть тебя в нашей импровизированной студии. Здравствуй, да, я тоже очень рада, что мы наконец встретились. Интересно пообщаться. Я тебя помню ещё по урокам ансамбля из Мерликовского училища. Ты ещё тогда показывал успехи. Я помню, насколько ты был работоспособен, постоянно со всеми пел. Я ещё думала, вот это работоспособность у человека. Расскажи, как и где начался твой музыкальный путь? Я знаю, что ты из города Самары. Да, совершенно верно. Родился я в Самаре, в славном городе, который стоит на реке Волга. Вообще, мой путь к музыке, он начался очень нестандартный. Мама меня вообще отдала во все направления. То есть я занимался гимнастикой, ходил в бассейн, танцы, в театральную студию. Но просто потом из всех вот этих вот кружков театр преобладал. И я занимался в театральной студии при театре юного зрителя Самарта. И как бы нас начали задействовать в спектаклях, когда нужны были исполнители на детские роли. И как бы разные были спектакли, пластические, музыкальные. В том числе, вот первый мой спектакль, с которого вообще началась такая моя творческая жизнь, это спектакль Василия Теркина, где мне как раз нужно было спеть песни. И потом как бы уже мама и я задумались, что как бы надо именно профессионально заняться этим петь, чтобы применять это в театре. То есть какой-то такой задачи именно исполнять оперу, да, или быть музыкантом, не было. То есть мне всегда нравилось играть в театре, находиться вот именно в процессе сценическом, театральном, творческом. Да, совсем не музыкальном. То есть музыка – это был путь для как бы самореализации и для выражения каких-то чувств именно в рамках театра. Вот, и как бы, ну, я стала заниматься музыкальной школой, потом меня пригласили исполнить партию малыша в мюзике Карлсон в оперном театре. Да. У нас только открылся театр после реставрации. И вот как-то потом так получилось, что именно музыка, музыкальный театр захватило меня больше. Я просто понял, что я там могу, ну, больше, да. Просто ты можешь побольше применить себя и раскрыть свое дарование. И я вообще очень люблю такие жанры, не только оперы, да, но и музыкальный театр, перетто, мюзикл. Вот, потом я стала заниматься у Натальи Александровны Афанасьевой, это наш такой знаменитый педагог. Преподаватель из Самарского училища. Да, училище, она заведующая кафедрой. Наталья Александровна, она очень, очень так скруплезно подходила к отбору своих учеников. И она каждый год, к ней приходили ребята из всех музыкальных школ города, и она их всех прослушивала. И вот она меня прослушала и сказала, что я вас возьму. И как бы помимо студентов основных ее, у нее было там 2-3 ученика, которыми она занималась и готовила для себя, то есть для училищ. Я знаю, что ты являешься лауреатом нескольких крупных конкурсов. И вот первый конкурс именно такого международного формата, то есть понятно, что в Самаре были разные конкурсы, где я показывалась, но вот именно крупный конкурс, который дал такой именно старт музыкальной стезе, это был конкурс Елены Васильевны Обрастовой. И проходил он для меня очень экстремально, потому что так получилось, что во время конкурса у меня начал меняться голос, то есть как бы у меня не было какой-то такой яркий, бурный, ломкий голос. Мутация началась, она дала себе знать о том, что как бы уже какие-то нарости были не так выигрышные. И ты же прям за день до того, как уезжать, то есть это было лето, ну я-то не занималась, мы все отдыхали, ну все, наберу сил, поэтому, конечно. И вот Наталья Александровна начала меня слушать, и вот так мы сидим и будем, что же делать? Ну она сама артистка, и она понимала, что нельзя останавливать процесс. Конечно. И не было ни одного дня, чтобы я там не пела, и чтобы она мне там запретила петь. Она была очень, по-другому, что она была музыкантом настоящим, она была очень, она есть чувство, как выходит, надо в настоящее чувство говорить. Она до сих пор преподает музыкальное училище, выпускает прекрасных учеников, и она очень грамотно подбирала под каждого человека произведения, подбирала там уникальность. Знаете, да, ты понимаешь, что она не сказала, все, молчи, не пой, и неизвестно, что с тобой будет. То есть она мне подбирала удобную тесситулу, грамотно меня вела, и на конкурс выбрала такие интереснейшие произведения. Тоже вот как бы советую всем, кто ездит на конкурсы, потому что их было очень много за мою жизнь, вот, и надеюсь, что еще будет. Конечно. Выбирай произведения, которые именно покажут тебя и расскажут. В выигрышную сторону. Да, в выигрышную сторону, но самое главное, чтобы они были интересными для жюри. Понимаете, ну когда к тебе по сотому разу, да, там выходят петь керубину или снегурочку, Ну как-то это уже приезжает к тебе, да, какого-то внимания нет. У меня была вообще вот такая программа, у меня была «Барочная Ария Люли» из оперы «Тезей», Гречениновый роман «Спать снежный», в общем, вот такой, наверное, на две странички. И роман «Заролевин и Канаринка» и «Итальянская песня». И вот как бы вот такая программа, ну не скажешь, что какая-то самая. Ну, не в кумбе, не скажешь, да, вот-вот. Но в ней так смог как-то себя показать, и все вот жюри международного, уровня для их, да, там было четырнадцать человек, да, да, очень было большое жюри. И еще там так вышло, что именно сами конкурсные прослушивания проходили в очень небольшом зале, а галоконцерт был уже в большом зале филармонии, потому что малый зал, где должны были проходить конкурсные прослушивания, был на реставрации, и жюри было вот прям вот так на расстоянии. То есть ты мог увидеть их реакцию? Да, и здесь еще ничего не скроешь, ничего не обманешь. И как бы и так забавно вышло, что как бы у меня Наталья Александровна всегда очень учила, что пою музыку. Чувствуешь, ну вот они, получается, спойли, но пьяно. И я вышел, я пел в третий день, пел последним номером, в последнее вообще в вечернее время. Уже все там, наверное, высыпали. Да, да, и у меня вот эта Наталья была красивейшая, я даже до сих пор часто ее пою в концертах, уже как тенор. И там были такие верхние ноты, которые пел на пиано. И я вышел как-то в такую очень, в неуверенности. Я говорю, мам, все, пошли, собираем чемодан, уезжаем. Мы говорим, ну, хоть так спели. И тут нам говорят результаты, тут мы проходим на второй тур. А ты не ожидала пройти даже на второй, да? У меня было 12 лет тогда, понимаешь? И когда меня объявляют в гранд-при, понимаешь, что Лада там какая-то пресса. Твое удивление, да? Знаешь, как был? Просто мы сидели все на сцене, нас объявляют там, ну, третью премию дали. Такой, ну все. Вторую дали. Когда Дарю первое премию, я думаю, ну, уже, ну, чушь уже дать. Ну, давай, ну, сейчас Дарю в какой-нибудь за музыкальный диплом. За молодость. За резкость программы. Вот. И потом, понимаешь, выходили статьи, говорили. И вот там парень поет вообще уникально на пиано. И учить, как надо петь на пиано, я думаю, вот если бы не знали, почему я так пела. Потому что мутации надо беречь и грусть. Ну, да. И как бы вот оказалось, что это все было в стиле музыкальное. Супер. А как ты справлялся с волнением? Ведь это же у тебя и мутация, и конкурс, и такая ответственность, и жюри. Вот ты их видишь. Ну, вот. Что помогало? Я иногда сам себя спрашиваю. Как ты справляешь с этим волнением? Я не знаю. Я думала, наверное, о том, что вот стоит огромная работа. Это не только меня, а моих педагогов, да. И я как бы уже надо собрать волю в кулак и просто выступить, понимаешь. Я всегда относился к этому как к работе. Понимаешь, что... С самого детства. Я знаю, что ты с 14 лет уже артист театра в Самаре, правильно? Ну, да, ну, вот я первый спектакль в 6 лет был, и как бы всегда это считалось, как бы, ну, большой ответственностью, потому что это не вот твой сольный концерт, да, участвуют все службы, все музыканты, артисты, трупы. Как бы здесь тоже стояла работа и концертмейстер, и педагога, и как бы там город выделил деньги, да, чтобы поехать на этот конкурс. Хотелось как бы оправдать, я все, возможно, старался показать, но я не думаю, что я там выхожу сражаться с кем-то. Вот у меня история, да, у меня первый тур, я должен рассказать про подснежник и вот про историю вот Тизея, да, вот я вот расскажу, я просто беседую через... Со своими слушателями? Да, через голос, да. Ну, конечно, иногда страшновато, когда там слушатели Галинсу стареют, что у нас мало-то страшили, да, ну, вот надо как-то вот там, или Брун Протяков, который, ты думаешь, как бы все на итальянском так спеют. Ой, это вечный вопрос у русских певцов, у нас же итальянский, такой у нас жесткий получается, ведь двойные согласные ты не произносишь, и окончание фразы не туда. Это же, для меня это колоссальный стресс всегда, потому что, когда ты выходишь в петь, виталья... Ну, вот Наталья Александровна была, и есть вообще прекрасный педагог, который к этому делал очень много. Именно к дикции? Да не только где к языкам, она меня водила и к разным коучам, да, показывала, вообще рассказывала, что это, что есть такое, как надо вообще готовиться к этому. У нее всегда висели вот правила там, где какая каждая буковка читается. То есть она все, что могла, вот все мне вручила, все свои знания. Да, да. Я считаю, судя по твоему рассказу, тебе очень повезло с педагогом, и то, что она тебя водила еще в юном возрасте к коучам, то есть ты прекрасно понимала, что есть немецкая дикция, французская, итальянская, что есть разные стили. Огромная палитра. Когда мы прогоняли в классе какие-то произведения, я вот так начинаю петь, она так тропает, говорит, нет, не будем дальше продолжать, ищешь ошибку. Я думаю, да что ж такое, я же ничего не начала. Она говорит, Валера, синара, стоят, все до справа ноги. И она уделяла внимание каждой детали. На самом деле это очень важно. И тогда, вот я год назад приехала в Самару, вот, и она была в зале, когда она к нам пришла, и она говорит, ты знаешь, тебе я советую пиджак, вот, растю ее, чтобы было видно, и видно тебя, ты человек. Ну, раз тка небольшого. Он визуальный, визуальный. Да, то есть она, она вот, человек, который замечает каждую деталь и кует вот этот успех каждого своего ученика из каждой детали. И она, вот в чем ее самый большой талант, да, каждого педагога, там, понятно, что научить нужно каждого, да, там, чем-то, зазубрить текст, но вот она умеет находить, раскрыть, раскрыть то, да, что вот, иногда вот у меня были люди, которые говорят, ой, ты человек не будешь петь, а она вот из него делала просто цветок, и она знает программу скрыть свои недостатки. Потому что мы все приходим, у меня есть такая певица, сейчас мы не живем, очень не буду говорить, что она сказала очень такую фразу, и это для меня, наверное, является каким-то кредо, да, вот в моей жизни, что мы все приходим в этот мир, да, и наш талант, он состоит из недостатков. И умный талант, то есть умный певец, это не тот, кто хорошо поет, а кто знает, как свои недостатки скрыть. В чем заключается педагогика? Ты не дашь человеку все равно, вот то, что у него заложено, оно заложено. Ты можешь его только научить, как вот грамотно, да, по этой дорожке идти, не задевать те препятствия, которые у тебя есть слабые своими чувствами. Еще, мне кажется, педагог мотиватор, то есть он еще тебя должен немножко подталкивать, потому что я знаю хороших педагогов, но они немного отстранены от личности. Еще очень важно, понимаешь, есть такие педагоги тоже, особенно в возрасте юных, да, когда мы там пошли на один конкурс, на другой, завтра концерт, завтра. Очень важно педагогу сказать нет, сказать, что когда-то надо остановиться, обдумать, позднять. Позднять им это вообще, да, какая цель. Она очень-очень подходила, очень вдумчивая, она говорит, нет, этот конкурс нам не нужен, вот этот не нужен. То есть грамотно растрачивать себя из своей силы, то есть это тоже очень важно, потому что это, мы как в спорте, да, вот как мы бежим дистанцию, особенно, потом, я вот только сейчас стал понимать, да, вот когда ты поешь спектакль трехчасовой, тебе хватает, что ты первый акт можешь петь круто, да, а второе, у тебя уже нет сил, и вся твоя роль, да, и когда ты уже входишь к зрителю на аплодисменты, ты понимаешь, что ты не добрал энергетика. Да, ты должен свою силу рассчитать. Иногда, имея там 3% заряда, ты можешь их так классно зарасходовать, чем 100%, да. Ну так великие певцы даже говорили, что когда я больной, я пою лучше, потому что я понимаю, что у меня вот такое количество энергии, и я должен сейчас это все распределить. А когда ты здоровый, ты думаешь, а, все, я сейчас все спою, потом к третьему акту ты уже без голоса остаешься, так что это говорится к тому, что существует байка, что певцы глупые. Нифига. Мне кажется, любой немного поднявшийся певец очень грамотный аналитик, потому что ты должен понимать, что куда идет. Конечно, она меня воспитывала с самого раннего возраста, именно что я артист, она не позволяла никогда сказать слово блин, да, или какое-то там, она всегда, мы всегда должны были кидать копеечку, и там, говорит, потом в конце года тортик покупаю, говорит, да. Но мы знали, что если мы скажем, или я помню, когда-то вот, ну, я в школе еще учился, там модно было, знаешь, штричь, вот, выгрывать. Ну да, ракеты, вот это все. Вот, и я что-то перехожу, она говорит, типа, выгнал мне из класса, говорит, так, привет, выглядит не может, вы несете культуру массы, и вот на каждое занятие тоже, ну, я старалась очень красиво выглядеть, потому что, и она до сих пор. Манипуляторы в диванах, могу сказать. Безукоризненно выглядит, прекрасно просто, и, да, очень именно человек, и даже когда вот у нас были какие-то выступления, некоторые, там, стоят, показывают, трогают тебя везде, это такое же. Она на выступлении сидела вот просто с каменным лицом, чтобы ни в коем случае не выдать, не выдать, да, как человек, потому что, понимаешь, это, на самом деле, очень мешает, особенно юным людям, когда им из-за уже что-то показывают, потому что она всю работу сделала. То есть и там она вот уже говорила, поддайся музыке, и она уже все подскажет. Конечно. Все, что надо, мы все сделали по максимуму. Уже за пять минут, как перед смертью, не надышишься. Абсолютно, я полностью согласна с этим высказыванием. Как в твою жизнь пришла большая опера? Я знаю, что ты самый юный участник этого телепроекта. Ой, очень, опять же, у меня вообще все в жизни приходит вот... Вот рандомно, олях. Да, вот я никогда не иду, вот там, хочу большую оперу, нет, такого никогда не было. Я всегда очень любил смотреть эту передачу, где я смотрела, и нас всегда, вот там, как бы я жил в Самаре, могу сказать, что у нас был какой-то, ну вот, контингент людей, да, как в Москве, которые этим увлекались, там, с моими друзьями, мы там собирались, у нас корм был, мы болели. У нас были там свои листочки, где мы сами свои баллы ставили. Стайное голосование. Да, да, да. Вот, и поэтому это все произошло очень спонтанно, подал заявку, вот, и как ты знаешь, я подала ее летом и забыл. Я в том году это было, в октябре месяце, я был в Самаре, я проводила фестиваль Шестаковича музыкальный, у меня вовсю идет фестиваль. У тебя вообще жизнь вовсю идет! Мне тут звонят, говорят, ой, вы знаете, вы прошли вот Большой Опер в Геликоне, в Геликоне будет прослушивание. Я говорю, когда? 7 октября. Я такой думаю, эх, как не быть. А у тебя что-то в этом году было? У меня 6 октября начинался фестиваль, понимаешь, 7 концертов. В Самаре? Да, каждый день. А нужно быть в Геликоне? То есть вот туда, да? Понимаешь, ладно, то, что я там сам пою, это я уж, ладно, что-нибудь придумаю. У меня же еще, понимаешь, я вез артистов из Москвы туда, то есть у меня было весь этот процесс контролировать, то есть и оркестр, и певцов, и артистов всех. Я знаю, что такое иммунизация. Я такой думаю, так, а у меня было очень еще, помимо таких вот заслуженных артистов, был молодых. Я думаю, сейчас начнутся звонки. Мне через минуту звонит одна певица, звонит наш бас монгольский. Они говорят, Валера, вы знаете, вот тут нам придется отказаться. Мы это прошли на Большой Опер, говорю, так, никаких отказов, говорю, я сам прошел. Он говорит, мы 6-го поем в концерт, говорю, я уже вам билеты взял, в 6 утра вылетаем в Москву, в 10 часов мы в Москве. И вот, молодец, мы отпели концерт, все, мы с утра в Москве, я просто помню до сих пор. Это такой первый, второй. Знаешь, как у нас в Шинджаргаллинбад лежал в авиаэкспрессе, не было мест вообще. То есть, понимаешь, а нам не было выбора, то есть, мы торопились, и он лежал вот так между проходов, спал вот так на кокре. Подожди, не было мест в самолете? Не в самолете, не было мест в авиаэкспрессе. А, все, по-либо, пришлось ждать, мы умоляли, говорю, пожалуйста. Возьмите, возьмите. Возьмите, да. Вот, ну, ребята-то ладно, они концерты отпели, а у меня дальше еще целый фестиваль. Вот, и, в общем, я спел. В 10 часов мы прилетели, в 11 я отпел, и в час у меня уже был назад самолет в Самару. Ну, ладно, здесь все так гладко. Я выхожу, представляешь, у меня блокируют телефон, не знаю, что с ним, все, глохнет телефон. Я ничего, я даже не могу мне такси вызвать, вот так вызываю, сколько такси, он мне быстрее-быстрее везет самолет, мы опаздываем. Там в час у меня, боже, в час 05 самолет, я что-то в 12.30 прибегаю в этот аэропорт. Все, получаю билет, меня уже объявляют, там Макаров, идите на посадку. Я думаю, ну все, у меня билет есть, ручная кладь, я захожу, все, проверяю, думаю, все, иду на посадку. Аэропорт Череметьево, я смотрю, у меня билет... Не в тот аэропорт? Нет, не в тот аэропорт, гейдж 123, и я так поднимаю в глаза, думаю, я на выходе один. А нужен другой, да? А нужен выход 123, Шереметьево, то есть это минут 15 только идти. Знаешь, и все, вот меня по всему аэропорту орут, там Макаров на посадку, знаешь, и я вот так сижу, думаю, как же быть? У меня вот так вся жизнь просто под глазами остановилась. Страшнее, чем нет. Вечером мне самому петь, у меня там люди, а это еще был, вот, то есть 6 числа это был концерт именно участников звезд оперы, а это юных ребят, и, в общем, все, я понимаю, что если я не приезжаю, срывается весь фестиваль, а следующий билет только на вечер. Ну вот, ну и деньги, конечно, замерзут. Ну, конечно, ну ты уже не думаешь о деньгах, ты просто, понимаешь, я уже вообще, понимаешь, и у меня так просто, знаешь, матрица загружает, думает, как быть, как быть, я всегда тебе говорю, нет нерешаемых ситуаций, это все за минуту, понимаешь, и я так, знаешь, у меня так, хоп, и я смотрю, что рядом со мной на... Тележка какая-нибудь, да? Да, мужчина на электромобиле на таком. Слушай, ну ты везешь какой? Я так стою на колени, говорю, слушайте, говорю, везите меня, я говорю, ради бога, говорю, просто вопрос, везите, я говорю, везите. И он меня сажает на этот электромобиль, мы по этому шереметью учимся, знаешь, у меня чемоданы там падают, люди разбегаются. Но он меня доводит, в общем, я последний сажусь в этот самолет, долетаю, в итоге концерт проходит, все, слава богу, нормально. Шикарная история. И потом, да, у меня говорят, что вы проходите Большую оперу, и как-то вот я прохожу Большую оперу, вот, а меня еще в этот год взяли в театр, и у меня так... Да я знаю, у тебя все в 2019. Все в один, да, и, в общем, что у меня 26 числа был дебют в Нарчизе в Турк-Виталии, тоже не самая там маленькая партия, вот, а на следующий день у меня был большой опер первый выпуск, поэтому у меня вот октябрь 2019 года, не знаю, там, наверное, произошло вот все, что можно вообще... Проверка на прочность. Ну да. Произошла такая, нервы, знаешь теперь что, если что, на электромобиль, на свидание. Очень интересно. Поэтому там и партию надо было выучить просто там за полмесяца, и в такие кратчайшие сроки все это проходило, и надо было десять, сколько у нас... Нет, у нас было восемь туров Большой оперы, и на все восемь туров там был сразу предоставить программу. Новые партия абсолютно же на каждый тур. Да, да, совершенно мы Ари. Поэтому получишь ты за неделю или за сколько? Нет, это все надо было подать, когда ты только подавал заявку, понимаешь? То есть ты подаешь заявку уже с Ариями, которые идут? Ну, когда ты подаешь заявку, ты же не думаешь, когда это будет? Ты так подаешь, ну, выучил. Эй, что за два дня такой? Вот. Поэтому... А там еще, понимаешь, так было не просто что-то. Они в этом году сделали там программу, посвященному бомарше. Сюжеты на оперу, то есть это Монзарт, Россия, там три оперы, из которых можно учить. Все. То есть очень узкий спектр оперы, которых ты можешь выбрать. Ну, я просто понимаю, какой это колоссальный труд и какая это большая машина. И тебя, наверное, толкало опять же таки то, что ты не можешь подвести. Ты уже прошел, ты уже должен выучить, ты уже поешь. Я просто следила за выпусками и могу сказать, что я считаю всех участников героями. Несмотря ни на что. Насколько важен этот опыт приобретённый? Я очень честно могу сказать, что он перевернул мою жизнь, потому что там произошли такие знакомства с людьми, которыми мы дружим до сих пор и которые стали мне очень близкими людьми. И вообще этот проект... Сплотил вас? Да. Он, наверное, знаешь, позволил мне понять, на что вообще я способна, что я могу. Вот. И это был очень интересный опыт. Именно опыт на камеру, не на сцену. Это абсолютно отличный опыт. Я продумала, понимаешь, у меня вот каждая ночь перед выпуском, я думала, вот как же, там же восемь камер снимают. У меня на каждую ноту была вот такая, знаешь, моя пластическая партитура. Ага. Вплоть до взгляда ресницы. Потому что там нельзя, знаешь, там, а-а-а, пока что все видно. Ты не можешь там отойти, не шмыгнуть, что у тебя микрофон снимает. Ты должен быть эстетична. Да, да, на самом деле, не переиграть, доиграть. В общем, это очень такая скрупулезная работа. А ты там себе выстраивала или кто-то тебе помогал? Ну, у нас был режиссер, мне отдавался на репетицию. Там, например, был выпуск, да, когда я пела Лыковое, и это все происходило в космосе. То есть мы были все в скафандре, то есть у меня там был скафандр, такой костюм, где можно было передвигаться. У меня была задача, то есть я, как бы, в этом корабле космическом выращивала розу, то есть, как бы, моя МАЛФА, и я вот ее поливала. И, конечно, вот я говорю, слушайте, вот было бы здорово вот в этот момент, да, пока я там пою высокие ноты, но не очень красиво снимать розы. Можно открываться. Я говорю, смотрите, вот я вот землю возьму, и я так хоп, и у меня земля из рук выпадет. То есть вот акценты понимать, где на какой прям момент ты делаешь, потому что, когда ты выходишь на сцену, взять три минуты, и, конечно, наше волнение, оно захлестывает. И мы иногда начинаем делать намного больше, чем мы можем. Даже не перейдем, по действиям, понимаешь? А там очень важно рассчитать по действиям. Так, здесь я делаю то, здесь я... Хладнокровный расчет. Здесь я идем за лейкой, здесь я поливаю лейку, цветок, здесь я беру землю, так, а здесь я хотя бы могу чуть-чуть последний пару тактов попеть. И ничего не делать. Ну да, конечно, на тебя сразу наслаивается огромный слой камер, взглядов людей, грима. И вот там на Альфреде у меня было огромное одеяло, которое вообще еле-еле можно было поднять. Я видела. Как с этим одеялом жить, понимаешь, и оправдывать, самое главное, все свои действия. Вот в этом, наверное, была сложность, но это огромный опыт, который мне до сих пор помогает. И, в общем, я очень счастлив, что этот проект был в моей жизни. Я как гадалки. Ой, ты знаешь, я вообще не хочу планировать в связи с этой пандемией, правда. Ты знаешь, я вот смотрела недавно интервью с Николаем Фискарензе, и он такую вещь сказал, говорит, никогда не ставьте надеждой. Вы живите и кайфуйте от того, что вы сейчас работаете. Ну, надежда очень плохое чувство, потому что... Понимаешь, надо ставить цель, но не надежду. Понимаешь, потому что когда ты уже думаешь, как вот ты вот выйдешь там в этом образе, или вот в этом концерте, это хоп, и у тебя все слетает. Это правда очень... И причем не по твоей вине. Да, не по твоей вине. У меня также слетел и сейчас вот фестиваль Россиневских Пезер. Очень долго готовился, понимаешь, уже выбрали все. Это был потрясающий дебют. Да, да, уже там билеты должны были брать, и вот произошла вся вот эта вот ситуация. Все вот так вот, понимаешь? Да, и, к сожалению, вот этот вот фестиваль Пезер, он отменился. А, к сожалению, в России не так часто поет Россиня. Вот как бы вообще мой такой репертуар, это вот белькантовый репертуар. Ну, вот дай бог, если ничего не произойдет, вот должен в августе туда поехать. В августе 2021-го? То есть постановка просто сместилась на год? Нет, она... Ну да, перенеслась. Перенеслась, да. Сместилась, перенеслась. Вы поняли. Конечно, очень много вот в театре партий не состоялось. То есть они были выучены, уже готовы. Но я надеюсь, что они все пройдут. А какие партии нас ожидают? В следующем сезоне. От тебя? Ну вот сейчас, неделю назад, буквально, наконец, прошел мой дебют. Был дебют. Да, в партии Христокова, в опере «Ревизор». Это вообще не стандартная опера, потому что это больше такой жанр в обувиле, где нужно не только петь, но и танцевать, и двигаться, и иногда свой голос под каждую арию подстраивать индивидуально. Потому что партия написана не совсем удобно, да, вокально. Поэтому надо было очень тоже грамотно расклонировать себя на протяжении всей этой роли, когда из Христокова только такой боязливый, потом он расходится. То есть прописать такую партитуру роли. Психологический портрет Христокова. Это же очень психологическая роль. Вообще, мне кажется, для каждого артиста сыграть такую роль – это некий этап в жизни. И я там в апреле месяц еще должен был в этой роли выходить, но не состоялось. Это, к сожалению, в «Сервиле», в «Ряде на нас». Очень много ролей, которые не состоялись, но дай бог, чтобы они все. Я уверена, что они все состоятся в свое время. Да. После проекта «Большая опера» широкой публике ты стала известен как тенор. Но более узкие твои поклонники знают, что ты являешься еще и композитором. Расскажи немного об этом, пожалуйста. Опять же, я стала писать музыку, учащаясь в Самаре. И несколько лет занимался в нашем институте культуры. В классе композиции у Аллины Виноградовой, довольно известного композитора, которая очень многое дала мне в плане композиции. Почему я пришел к этому? Я, обучаясь в театральной студии, ко многим спектаклям создавал музыкальное оформление. Оксана Юрьевна, Круташова, режиссер, меня всегда как-то к этому делу приспосабливал. Она говорила, слушать, у тебя так это получается, давай, сочиняй что-нибудь, потому что мы будем это использовать в спектаклях. И я сочиняла, это было, ну как бы, не могу сказать, что это было так профессионально, да? То есть это я первые писала, мы это исполняли. А потом уже в старших классах школы, мой педагог в общеобразовательной школе, Яна Юрьевна Костенко, она мне предложила, говорит, Валер, давай с тобой выпустим сборник. Говорит, ты заканчиваешь свое обучение в нашей школе, было бы интересно, чтобы вот... Красивый вот так вот. Как-то закончили, говорит, тем более у тебя столько уже много, ну вот есть наработок, их надо записать, сделать, выпустить, потому что сколько композиторов, да, которые вот пишут музыку как в стол. Угу. Тем более у нас Самара очень талантливый город, есть много замечательных исполнителей, и вот мы вместе с ней выпустили мой первый такой вокальный цикл, Вокальный цикл? Да, который называется «Преодоление». И он включает в себя романсы разных авторов. Да, именно задача была в том, что включить в себя романсы, да, которые наполняют нашу жизнь, то есть путь человека от его рождения до... От того и названия, преодоления, да? Да, все, что он преодолевает. То есть это там были романсы о любви, да, романс о преодолении, который вот восхождение, романс про горы на стихи, очень интересный такой поэтессы Байрамуковой про горную вершину, путь человека там в горы. Были и стихи наших как бы классиков, и вот завершался этот цикл на стихи Бродского «Апофеоз частиц», то есть как бы завершение такого жизненного этапа. Не обязательно там человека там в смерти, жизни, просто этапа. Вот, и я ей очень благодарен, потому что мы этот сборник презентовали, и наши солисты Самарского театра исполнили, то есть этот сборник. И я вообще любил сочинять какие-то вещи. Опять же, когда, да, вот у меня такой период, когда голос менялся. Прождение для себя, когда я писала два удобные тесситуры. Ты прям как лист, как погони, нет, они тоже для себя произведения писали. А как пришла идея создать именно оперу? Вообще, эта идея у меня была очень давно, потому что опера, наверное, самый такой любимый жанр. Студия существует уже 15 лет, и очень многие ребята из этой студии выросли и являются профессиональными артистами. И не только артистами, кто-то там в сфере театра, кто-то на радио. Ну, конечно. И вот как бы наш костяковый курс, который был, у нас был такой спектакль «Велга», который мы показывали тоже на различных фестивалях. Мы свозили его в Нижний Новгород на фестиваль. И для меня этот спектакль очень запоминающийся, потому что он был не совсем обычный. Это был пластический спектакль. Поясни, пожалуйста, для наших слушателей. О, как раз этой легенде Бунинской веры. Я подумала, как интересно, если именно этот материал сделать в музыкальном плане. То есть, представляешь, там вот «Чайки», «Танцы шаманов», «Танцы шаманов» Вот эти переживания северных людей. У нас не было там каких-то определенных ролей, то есть мы все рассказывали эту историю, пластически ее показывали. И вот такая идея родилась. Наверное, около двух лет я работала над этим материалом. Вот, 12 ноября прошла премьера. Очень успешно, да, не верится, что она прошла, потому что в связи с этой пандемией было тяжело все это организовать. Но я вот очень благодарен нашим замечательным солистам камерной сцены Бориса Покровского, которые согласились на такую авантюру. И тоже хочу сказать спасибо культурному центру Елены Образцовой в лице директора Елины Алексеевны Черновой. А кто помогал тебе в организации твоего фестиваля в Самаре? Ведь организация – это очень непростое дело. Тут надо много рук, чтобы, как сказать, как фабрика. Все должно быть очень отлажено. Ты знаешь, вот меня с самого такого юного возраста в театральной студии, как раз Оксана Юрьевна, она меня учила не только тому, что ты, да, артист. Артист – это человек, который должен уметь все. Мы сами заряжаем себе реквизит, мы сами делали декорации, она нас учила грима, мы сами гримировались, сами организовывали. То есть она работала параллельно тоже в театре. Инвентарь из дома. Иногда не могла просто присутствовать на всех, как бы, да, наших показах. И она нас учила, чтобы мы сами, да, организовывали этот процесс. Заставляла вас брать ответственность. Да, практику. То есть мы, ну, были обучены, конечно, этому. То есть у меня опыт был. Потому что до фестиваля я и свои какие-то концерты организовывала, интересные программы в Самаре. Мы делали год Пушкина. У нас был очень целый проект, посвященный Пушкину. Вот. Я был на фестивале Таврида и выбрал грант. Который ты реализовал? Который я решил, да, как бы подарить своему городу. И, как бы, кто не знает, в Самаре Шестакович во время эвакуации жил и написал свое знаменитое произведение «Седьмую симфонию». То есть такое, наверное… Очень знаковый город. Да. Произведение, которое вообще послужило к войне, ну, знакомым событиям. И самое главное, оно дало силы многим людям просто победить. Ну, вот мы знаем, да, Шестакой, что «Седьмую симфонию»… Ну, да, какие-то стандарты, наверное. Очень много произведений было написано у нас во время эвакуации, пока он был. Большой театр у нас в нашем Куйбышевском тогда театре. Он как раз был, ну, как бы сказать, на… Он тогда был в эвакуации. Да, был в эвакуации и проводил там свои спектакли. Поэтому у меня возникла такая идея, помимо именно «Седьмой симфонии» сделать фестиваль русской музыки. Тех людей, которые творили вместе с Шестаковичем, которые были, как бы, его соратниками. То есть фестиваль, в том числе, и его современников, правильно я понимаю? Да, фестиваль современной классической русской музыки. Это был очень интересный такой творческий тандем разных направлений, да. То есть у нас был представлен и камерная музыка, и вокальные циклы. То есть огромный фестиваль. А сколько он длился? Наверное, в неделю, в неделю он длился. Ну вот я тоже анализирую этот фестиваль, просто не представляю, как мы его сделали, потому что на самом деле финансирование у нас всего было 200 тысяч. Провести семь концертов на 200 тысяч, конечно, без… Это гений-менеджмент, да? Да, без тех людей. Со мной были мои друзья, которые помогли и поверили в это. Потому что эта идея, конечно, казалась безумной. Мне очень многие говорили, слушай, ну какие 200 тысяч? Мы тут концерт не можем один провести. Валера, а кем ты себя видишь лет через десять? Вот у тебя стоит такой выбор, быть композитором или тенором. А может быть даже и режиссером, кто знает? Ой, ты знаешь, конечно, говорят про мечту. Да, вот мечта твоя. Нельзя говорить, но вот с тобой поделюсь, потому что у меня… Вообще, я не могу сказать, что я 100% счастлив именно в лу-артиста. Я очень мечтаю… Ну, просто так, как там, надеюсь… Я очень хочу создать свой театр, где я мог бы быть уже, ну, руководителем, ставить интересные спектакли современных композиторов, приглашать тех людей, с которыми бы мне хотелось работать. Я получаю удовольствие больше всего от репетиционного процесса, да. То есть важен не результат от общения. От общения с талантливыми людьми. Потому что, понимаешь, каждый проект, он… Ну, если стремиться только за славой, да, или за каким-то пиаром, вряд ли ты что-то получишь. А от того, сколько тебе люди могут дать, это, ну, неимоверный багаж вообще. Счастье, да. Имеешь знаний, навыков, вот это общение… Нет, самое главное, вот это энергия, которая до сих пор вот в это сложное время, да, до сих пор… Вот какой ты пришел красивый, жёлтый. Да, мы так с тобой вот в одном тонне сегодня, да. Валера, расскажи нам, пожалуйста, про твой международный опыт. Я знаю, что ты ездил недавно в Сербию. Куст улица – это человек просто, который вокруг себя собирает счастливых людей, и ты сам становишься счастливым. Прекрасные способности. Да, с этим чем-то с ним схожи. Я была очень рада попасть на этот фестиваль, потому что 10 человек всего отобрали от России, то есть был конкурс на этот фестиваль, и это была уникальная вообще такая неделя, просто когда ты живешь в горах, да, открываешь… В деревянных домах. Когда ты открываешь окно, у тебя видно горы. И, конечно, Куст улица – это невероятно щедрый и добрый души человек, потому что как нас принимали, как нас кормили. Очень много людей из разных стран и городов съехались туда именно как зрители, потому что в Сербии это очень известное событие. Я думаю, это одно из самых крупных стран в Сербии. Да, туда съезжаются, помимо вот именно молодых… Селебрии. Да. Помимо молодых таких вот музыкантов, такие маститы, мастера, вот и Башмет приезжал, и Герелла, и Денис Мацув. То есть каждый вечер, помимо нашего участия, мы были слушателями концертов, да, и мастер-классов. Вот. И в конце как бы был такое заключительное награждение, я очень была рада получить вот «Золотую матрешку», то есть это главная премия фестиваля, вот из рук самого Куст улицы. И очень здорово он после каждого такого вечернего мероприятия устраивал ночную джинс-пэйшн. Да, когда просто собирали все музыканты, мы пели песни, творили… Танцевали, общались… Да, совершенно не академическую музыку, то есть все для этого способствовало… Они называются, наверное, на рудняке. Да, 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 на рудняке. Народные всякие… Да. Напевы. Я рада, что вот такое общение в моей жизни было. Состоялся такой уникальный… Да, да. Самое главное еще матрешку увести такую золотую, понимаешь? Потому что там все матрешки стояли, мы ходили, на них смотрели, думаю, вот это надо. А может, достанешь? Да. А тогда, представляешь, меня на сцену приглашают, и мне… Моя фианистка, концертмейстер, которая со мной ездила, «Валя Загадкин» говорит, «Валя, ты хоть оденься как-то покрасивше, вдруг тебя на сцену вызовут». Я говорю, слушай, столько вообще людей там… Ну, понимаешь, были люди вообще, участники лауреата конкурса Чайковского, «Слушай, мне уже…» А я уже сижу, говорю, «Мне так хорошо, я напился, напился, наелся, напился». Я говорю, «Мне так хорошо, мы выступили где могли, перед Кустурицей выступили, перед Машпетом выступили». «Что еще надо?» «Какая матрешка?» «Матрешка?» «Я сижу, говорю, меня объявляют, представляешь, включают эту матрешку, а для них…» «Я не знаю, как там сразу сбежались телевидения, сразу интервью, только час давали интервью для разных телевидений». «А на каком языке? Ты владеешь английским?» «Ну, я говорила специально на русском, потому что мы каждый посчитали свою культуру». «Нет, я считаю, что такое, я выиграла, я присылала Россию, пусть слушают русский язык». «Ты такой патриот». «Ну, правда, потому что мы сейчас готовим оперу «Ускатели женщинга» и работаем с коучем над французским языком. «Ну, не могу сказать, что на французском много пою, это значит, как мы пристально все русские выстраиваем, и там и французские, и немецкие». «Ну, я не знаю, когда итальянцы к нам приезжают, и как они владеют нашим языком, почему-то все молчат, от русских требуют справедливости». «Поэтому я на правах победителя, обладателя этой матрешки, говорю в этот вечер на русском». «Должен ли артист следить за своим здоровьем?» «Конечно, я считаю, прежде всего, тем более век оперы меняется. Сейчас режиссер требует от артиста колоссальных просто задач. И мы, конечно, должны быть готовы ко всему. У меня мама, например, она фитнес-тренер, и я стараюсь поддерживать свое здоровье прежде всего для того, чтобы быть приятным для зрителя. Прежде всего, конечно же, для себя, чтобы выдерживать все эти марафоны, чтобы быть выносливым, потому что те задачи, которые сейчас ставят современные режиссерские оперные театры, они очень непростые. Мы должны быть готовы к этому, чтобы исполнять музыку без отдышки, без усталости и при этом доносить мысли к композитору и режиссеру. К сожалению, без этого никуда мы можем много спорить про современную оперу, про традиционную постановку. Но это есть, и от этого сейчас мы никуда не деться. И в этих реалиях мы, к сожалению, приходили к счастью. Да, мы должны работать. Но это повышает планку артиста, могу честно сказать. Конечно. То есть ты уже становишься суперменом, если так можно сказать, потому что ты должен и знать языки, и петь безукоризненно, и еще давать эмоцию, и делать движения, и взаимодействовать с партнером, о чем тоже очень мало говорят. Мне кажется, от того, какой у тебя партнер на сцене, зависит 50% успеха. Конечно. Но мы должны быть готовы к этому, чтобы партнер. Мы можем не знать увидеть только на сцене. Первый раз на сцене. Да. У меня мой первый дебют был вообще с одной оркестровой репетиции. Понимаешь? И ты, ну, я понимал, что если я сейчас не выйду и не сделаю там задачи режиссера, задачу дирижера, всеми замсцены, если я грамотно не буду владеть языком и трезво, самое главное, да, понимать, то есть это же мы держим в голове. Какая концентрация. Если мы не научимся концентрироваться, то мы просто не сможем состояться в профессии. А я считаю, что спорт, он закаляет нас, прежде всего, наше тело. И иногда, понимаешь, когда мозг не может работать, работает тело. Когда не может работать тело, уже работает мозг. Симбиоз. Все связано, конечно, конечно. Ну, у меня просто, понимаешь, нету какого-то страха. У меня страх, вот для меня самый большой, это потерять каких-то моих близких людей. Страха там умереть, да, или понять, что там я вот упаду. Ну, я понимаю, что рано летом я умрую. Я понимаю, что если мне суждено заболеть, я заболею. Поэтому ограничивать свою жизнь в тех вот этих минутах, подаренные нам свыше. Поэтому я знаю некоторых людей, которые просто из-за того, что они боялись летать, теряли какие-то там даже свои контракты. Симбиозно? Ну, правда, очень много. Они есть эти люди? У меня есть и вот мои родственники, которые боятся летать. Бабушка моя не боится. Ну, бабушка моя вообще ничего не боится. Мне кажется, что я просто такая женщина, лишь цель, лишь прекрас. А вот моя бабочка по папе вообще, я помню, мы с ней вообще всегда давали в детстве концерты. И она у меня так ногу сломала, залезла на шар, она как начала прыгать. Это много воспоминаний связано. И вот правда, вот из всех моих, наверное, близких, родственников, это мои бабушки. Безбашенные. Близких. По духу, да. Тоже вот музыка, которую слушаешь. У меня мама, например, если она слушает музыку, у нее какой-то более такой современный вкус. Я не могу сказать, что я могу слушать вот это все радио, которое нам дают. Да. А вот, понимаешь, мы с бабушкой там плывем в море, поем песни все, понимаешь, и знаем весь текст, все, что нам надо. То есть мы на одной волне. В одной волне. Ты уже второй сезон работаешь на камерной сцене Большого театра. Расскажи немного о своей работе и как ты попал в театр. Опять же, как все мои такие судьбоносные вещи в жизни происходить спонтанно. Подруга моя скинула мне заявку, что требуется те энергетические театры, которые поют Россини, Моцарт, безконтовые репертуары. Как понимаю, на тот репертуар, который нужен был в театр. Подал заявку, по-моему, в март месяц, это был 19-го года. Ну и занимался своими делами, как-то уже про это и забыл. И вот находился я на Тавриде, мы репетировали спектакль. То есть там в Крыму, в горах. Горы волшебные. Звонят, говорят, у вас завтра послушаю. Понимаешь, я думала, а как у меня только завтра вечером, только вообще уезжаю отсюда. Сейчас у нас здесь вечером заключительный концерт. И ты наверняка в нем участвуешь, и ты не можешь уехать. Конечно. Ну что, я, как всегда, иду на такие просто экстремальные вещи. Отпел концерт, купил билет. В 5 утра у меня был самолет. Нет, в 5 утра у меня на этом... Это же еще, понимаешь, это был не Крым. Это было там где-то... Это где-то около Крыма. Да, то есть в 5 меня довезли, села я в самолет, прилетел. А в 11 было уже прослушание. И говорят, что на голос надо выспаться, отдохнуть. Знаешь, я вообще сторонник, когда нельзя есть мороженое. Или там то, что... Пейте яйца. Яйца я вообще не люблю, но да, не то, что там певцу надо выспаться. Ну да. Все это хорошо, когда было бы время. Ну а что, вот, не надо было отказываться от этой возможности. Конечно, нет. Я думаю, что если в моей жизни это все происходит именно в тот момент, когда мне это надо, то, понимаешь, может быть я и поэтому как-то не было такого волнения, потому что я даже пока не понимала, что со мной происходило. Вот. Собственно, где мы находимся на Никольской, это вот камерная сцена, это был театр Покровского, легендарный, который основал сам Борис Александрович. Вот. И вообще попасть в такой театр, люди, которые работали вообще там с Шостаковичем, с Рождественским, те спектакли, да, в которых я участвовал, которые ставил сам Покровский, это большая вообще честь. И вот, на самом деле, прослушания проходили очень долго, так как это теперь большой театр, и все идет к тому, что как бы, ну, сейчас делают одну труппу, и сначала, ну, прослушавшись здесь на сцене, вот, я понравился. И мне, как бы, потом позвонили и сказали, мы хотим вас послушать на исторической сцене, ну, вот, посмотрите, как бы, как летит. Будешь ли звучать? Да, ну, будет ли слышно, уже именно на дирекции, на художественном руководителе, чтобы он вас послушал. Я говорю, ну, конечно, хорошо, и мне говорят, от такого-то числа. А я в этот день должен был лететь на фестиваль Мира Кустовицы. Что ж так, вот реально, все в жизни вот так, вот так. И, понимаешь, я вот сижу, и я вот думаю, как же мне вообще быть? Вот два таких вот интересных события, как бы, и там, понимаешь, уже куплены билеты, а там, чтобы добраться вообще до этой деревни, там, самолетом, до столетом. Да, да, там гордые дороги, тропы. И, понимаешь, на мое место взяли, ну, уже никого не взять и могут, то есть там, дорога была оплачена, фианизм был оплачен, все было оплачено. Вот. И как ты решила этот вопрос? Знаешь, я с мамой посоветовалась, вот, говорю, как быть вообще? Угу. Угу. И она, знаешь, она меня всегда учила, говорит, слушай, ну, за спрос никто не бьет. Он говорит, во-первых, первый мой совет, это то, что, вот тоже я, ну, наверное, посоветую нашим всем слушателям, вот, то, что первое у тебя проект или какое-то дело намеченное, если встает в выбор, всегда нам доверят тому, что первое у тебя было. Угу. Вот. Я думаю, ну, раз это уже было, раз там уже все точно, думаю, надо ехать. И спрошу, думаю, ну, вдруг, вдруг пойдет навстречу. Конечно. Понятно, что, конечно, такое заведение цитонинка для самого последнего. А можно ли мне? Вот. И так все совпало, что как раз это прослушивание, то есть перенеслось. Так бы, если бы я отказался и сказал, нет, извините. Ты бы потерял. Да. А так получилось, что я как бы спел в Сербии. На следующий день приехал в Большом театре. Слава Богу, удачно. Валера, мне было с тобой безумно приятно общаться. Я желаю тебе большого успеха, реализации всех твоих мечт. Уверена, что они... Если не будет театра, то будет что-то еще. Если не будет того, то еще что-то будет. Потому что ты такой человек, который без дела никогда не останется. Спасибо большое. Спасибо большое. Одачи твоему проекту. Был рад поучаствовать, стать твоим гостем. Очень рад, что мы увиделись. Спасибо тебе. Спасибо. Спасибо. Спасибо.